Это Дайвича, продолжаем выпуск. К делу о скандальной драке на катке в Катильичи решил подключиться Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Напомним, 17 января школьницу избили подростки. Сейчас девочка продолжает проходить курс лечения. Как избегать конфликта в школе? Сейчас этой проблемой занимаются службы примирения. В области их открыто уже больше 70. Кто помогает ученикам жить мирно, узнала Надежда Шабалина. Для того, чтобы привлечь внимание на себя, решила у подруги взять курточку и унести ее из раздевалки домой. На необычном занятии социальный педагог школы номер 18 Марина Круг предлагает ребятам разобраться в одной конфликтной ситуации, которая, кстати, реальна. Тогда проблема решилась мирно. Этому и обучают детей в службе примирения. Важно, рассказывает специалист, любой конфликт разобрать на примере. Всем процессом руководит ведущий модератор. Сегодня эту роль играет Дарья Торопова, ученица восьмого класса. Почему ты это сделала? Я хотела, чтобы они перестали меня игнорить, чтобы мы опять подружились. Важно при обсуждении конфликта не вставать на защиту пострадавшего или обвиняемого. Школьники должны сами прийти к конечному итогу. В этот раз дело завершилось положительно и девочки смогли помириться. Но Дарья Торопова признается, ей как модератору достичь таких результатов было непросто. Я не всегда могу правильно сопоставить вопрос. В какой-то мере тоже сложно. Не всегда человек захочет отвечать на этот вопрос. То есть надо тоже правильно подойти к этому человеку. Нужно это своеобразная психология. Подобная практика в нашей области существует уже четвертый год подряд. А в школе номер 18 ребята занимаются в службе примирения несколько лет. За это время они на практике разобрали не один десяток ситуаций, среди которых были и драки, и воровство, и побои. Социальный педагог уже подводит первые итоги работы. Конечно, если сравнивать вот эти года, то у нас значительно уменьшилось случаев драк в коридорах, каких-то разборок. Если, наверное, лет пять назад еще были какие-то случаи, там стрелки забивали, то сейчас этого нет. Не сомневается в положительных последствиях данной практики и доктор педагогических наук Татьяна Машарова. По ее словам, в нашей области действуют уже более 70 служб примирения. И в каждой активное участие принимают сами дети. Есть же школьных служб примирения и именно школьных служб медиации, и так и так называют. Она появилась в связи с тем, что в школе невозможно. Это все постоянно конфликтная среда, и поэтому надо как-то это решать, как-то делать. Находить какие-то техники, которые, соответственно, позволили бы решать, скажем так, более спокойно, более мирно все эти конфликты, которые возникают. И в этой работе главное не количество решенных проблем, уверены специалисты, а качество. В будущем такие службы появятся в каждой школе города. И привлекать к мирным занятиям планируют и активно родителей. Надежда Шабалина, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича.